Насколько опасна зерновая пыль, если она седает прямо у вас во дворе? Или когда она окружает отдыхающих на набережной? О проблеме жителей Маркса, вынужденных жить и отдыхать в непосредственной близости от пылящих агрегатов хлебоприемного предприятия, мы уже рассказывали в наших информационных выпусках. На эту ситуацию оперативно отреагировали сразу несколько ведомств, в том числе и надзорные. На место выехали с комплексной проверкой. Все подробности у Александра Блонского. В административном здании предприятия «Маркс Зернопродукт» с профессиональным визитом целая группа решительно настроенных представителей контрольно-надзорных органов. Коллективное обращение жителей Маркса привело к комплексной проверке, инициированной межрайонной природоохранной прокуратурой. Вступила жалоба, мы реагируем. Вопрос такой, у вас предприятие сейчас работает, газочистное оборудование работает, либо у вас как бы заказов нет, и то, что сейчас посмотреть, проверить выбросы, это невозможно? Да, сейчас невозможно. Невозможно, да? Не, я могу включить, если вам интересно будет, могу включить подработку, ячменя там, мы можем это провести. Через некоторое время после начала работы мощных машин становится очевидной и ощутимой та самая пыль, которая и стала основной причиной недовольства обитателей соседних зданий. Напомним, некоторое время назад жители нескольких домов по улице Коммунистической и по улице Кирова в Марксе в очередной раз обратились в различные ведомства с жалобой на неудобства и жизненные сложности, в том числе возможный вред здоровью в связи с близким расположением к домам и городской зоне отдыха хлебоприемного пункта. Часто приезжаю сюда с внуком отдыхать, особенно рыбалка здесь хорошая. Но внук у меня аллергик, а если ветер с этой стороны, с хлебоприемного пункта, ужасно пылище летит от половы, он у меня задыхается. А дальше здесь мест нет рядом отдыхать. Многие обращались по этому вопросу, но я не знаю, или фильтры пусть ставят, или вообще прекращают эту свою деятельность. Ведь свои законные обязательства промышленное предприятие обязано выполнять, в том числе в связи с признанным и специалистами, и самим предприятием негативным воздействием на окружающую среду. А с этим, судя по мнению экспертов, как минимум не все гладко. В прокуратуре были исследованы документы, представленные обществом. Исходя из их анализа, можно сказать, что исследования лабораторные атмосферного воздуха в 2016 году не проводились. По крайней мере, документы подтверждающие обратные нам не предоставили. Пока эксперты Центра лабораторного анализа и технических исследований берут пробы на входе и выходе агрегатов, источников, выбросов в атмосферу, представители другой лаборатории из регионального центра гигиены и эпидемиологии делают замеры на придомовых территориях окрестных жилых строений, а также там, где должна находиться санитарно-защитная зона. Выносить вердикт опытные сотрудники будут только на основании анализа проб. Но предварительный визуальный осмотр дает основание полагать административные взыскания и предписания в отношении ООО. Маркс-зернопродукт весьма вероятны. Были установлены небольшие недочеты в рамках осмотра газочного оборудования. Специалистами ЦЛАТИ были отобраны пробы для определения содержания пыли в промышленных выбросах. То есть для дальнейшего анализа и предоставления информации в Саратовскую межрайонную природоохранную прокуратуру. В случае наличия превышений в взятых пробах на территории СССР, соответственно, на выходе из источника загрязнения, будет ставиться вопрос о привлечении данного общества и ответственных должностных лиц к ответственности административной. Превышения будут обнаружены за территорией санитарно-защитной зоны. Тут, возможно, будет поставлен вопрос о привлечении ответственных лиц к уголовной ответственности. По поводу другого волнующего жителей Маркса вопроса, об отжившей свое и давно неиспользуемой эстакаде, которая, по мнению горожан, не только портит вид, но и представляет опасность, руководитель ООО «Марксзернопродукт» рассказал, что переговоры с районной администрацией о ее демонтаже сейчас ведутся. Но когда именно уберут эту ржавеющую уродливую конструкцию, директор не уточнил.